...первой защитой того совета, который мы с Натальей Александровной в течение, по-моему, 10 лет вели в начале 90-х годов. Я хотел бы совсем градно тоже сказать об одной очень важной идее, с моей точки зрения, реализованной даже в промышленности, идее Гургена Шульча. Вот недавно в четвертом номере УФН вышла работа Долголенко и Мурункина, института атомной энергии, это бывшая лаборатория Завойского разделения изотопов в плазме на основе ионного циклотронного резонанса. Это как-то в конце 1874 года Гурген пришел ко мне и сказал, вот я хочу воспользоваться твоими умениями писать формулы, и рассказал мне о работе некого Шмидта, которая вышла в конце 1873 года, о наблюдении. Они исследовали дисперсию волн, распространяющих строго поперек магнитного поля в Калии, это в Калифорнийском университете, и обнаружили в Калии четкие две линии поглощения, линии поглощения на 39-м и на 41-м. Это вызвало у Мургена вопрос, а нельзя ли это явление использовать для разделения изотопов? И тогда я и участвовал еще в аспиранте на МИОТ, и вот здесь я пришлю эту фразу. Прошло более 30 лет со времени опубликования основополагающей экспериментальной работы Дауссоном с Калифорнийском университете по методу разделения изотопов в плазме, основанном на ионном циклотронном резонансе. Это работа опубликована в 1976 году, в конце года. Отметим, что до этого была публикация теоретической работы Аскарьян на МИОТРУХАДСИ, это работа опубликована в первом номере письма ЖЭТ. Авторы, которые предлагали импульсные схемы разделения изотопов по массам в лазменной ловушке, сформулировали основные условия их селективного циклотронного нагрева. Начало этих работ положила работа Шмидта. Так вот, наша работа, разумеется, Должен на нее не ссылался, но мы ссылались до этого Шмидта, и как Должен, и прочим. Наша работа заинтересовала Завойского. Мы к нему ездили в конце 70-х годов, и он создал специальную лабораторию, возлагал лабораторию покойника Корчевского Александра Ивановича. И до сих пор в этой лаборатории, то есть, суть атомной энергии, работы ведутся. А в Соединенных Штатах уже после обладания нашей работы, начали экспериментальные работы в 83-м году Завойского, начали ссылаться и на нашу работу. Так вот, эта работа по разделению изотопов в Калифорнийском институте, в лаборатории Доран-Дон-Вич, она стала промышленной. Промышленный отдел энергетики до сих пор по разделению изотопов от самых низких до средних масс по периодической системы считается наиболее эффективным. В то время как уже Уран и прочие, разумеется, там лазерный метод более применимый, потому что не требует сильных магнитных полей, и можно двигаться до атмосферного давления. И даже этот очень хорош, до примерно сотого атомного номера, и, к сожалению, у нас еще это в промышленной семье, но разрабатывается везде, где она не берется в прочей институте. И наконец, еще хочу, что у меня еще есть одна работа с Бургеном, это в этой книжке вошла как, она была ампубликована, и поэтому она вошла здесь как некролог, вместо некролога мы таким назвали. Это такой курьезный эффект. Если сильно точный электронный пучок инжектировать в газ, то должен быть эффект электрофореза, увлекаться газом. А наоборот, газ увлекается в обратную сторону, и потом даже не в том месте, где пучок инжектируется, а сбоку. Вот сбоку дует настолько сильный ветер, это наблюдал Грамбал Шхейдзе, что флажок отклонялся под действием обратного потока нейтрального газа. Это, на самом деле, был электрофорез нейтрального газа, который вызван обратным током, и который протекает вне электронного пучка. Вот эти две вещи были предложены Гургеном, и моими усилиями, формулами были доведены до реализации экспериментов. Спасибо за внимание. И у нас еще один доклад. Индуцированный лазерным воздействием фотоакустические испарительные импульсы давления в клеткостеново экспериментальные результаты. Автором Ловченко и Личок, и в самом деле я докладываю на какое-то время у первых докладчиков и в секретаре семинаров. Значит, фотоакустический эффект, он известен уже очень давно, с конца позапрошлого века. Физический смысл очень простой в изначальной постановке. Просто при воздействии излучения переменной интенсивности, среда испытывает переменные изменения плотности, нагрева плотности, и отсюда генерация звука. Имена, которые здесь обычно называются, это ДЭЛ, Александр Брэшн, Динда и Рентген. Ну, все хорошие имена. Этот эффект давно уже практически используется. Например, фотоакустическая спектроскопия или диагностика малых примесей в прозрачных средах. Ну, особенно бурное развитие он получил уже после создания лазеров. И вообще эффекты при действии излучения на вещество, это вот Гурген, естественно, мимо этого пройти не мог. И вот одна из первых работ у него на эту тему называется «Давление при испарении вещества в луче радиации», это оскорьяный мороз. И он, так сказать, учит людей о том, что, а тогда это было важно, эти оцетки показывают, что давление отдачи при испарении может на несколько порядков превосходить давление луча, то есть световое давление, что и было экспериментально наблюдено при для спокусированного луча рубинового лазера. Ну, я помню тогда, когда это вот видели все эти маятники, колеблющиеся, то это важное было напоминание. А кроме того, у него есть еще очень известная работа с его участием, которая была зарегистрирована как открытие. Это луч оптическо-квантовых генераторов жидкости. Аскальян, Прохоров, Александр Чандурья и Шипула. Ну, у этой работы большая история, я на ней останавливаться не буду. Значит, здесь был электро-гидравлический тет. Искра жидкости приводила к большим импульсам давления. А здесь, значит, при действии тогда еще свободной генерации, на жидкости прозрачные, крашеные, газированные. И кончается эта работа такими словами. Я их просто прочту, чтобы люди это вспомнили. В заключение выражаем благодарность Зуеву и Конюхову за участие в предварительных экспериментах по вскипанию газированных жидкостей, проведенные летом 1962 года. Ну, если оценят, то же знают. Ну, да, это надо видеть. Из-за инометская яда. Ну, просто еще у нас этого сейчас нет. А тогда, в 1962 году, летом, естественно, стояли автоматы газированные, газированные в леду, крашенные и крашенные. Ну, а я, значит, расскажу дальше более подробно о некоторых новых эффектах, если угодно, которые наблюдаются при действии излучения на поглощающей конденсированной среде в достаточно интенсивном излучении. Значит, я напомню, вот фотоакустический эффект, он элементарно в линейном приближении определяется из линейализованных уравнений гидродинамики. В итоге получается такая формула для давления, ну, это, грубо говоря, в ближней зоне еще, и давление пропорционально производной температуры поверхности, член есть, и производной от интенсивности, по времени. Вот. И если коэффициент поглощения α достаточно мал, то этот член является определяющим. То есть сигнал имеет биполярный вид. производная от интенсивности от колобольчика, биполярный вид. И тут еще обращу внимание, для дальнейшего это понадобится, что одним из уравнений здесь, в специальном случае уравнения энергии, это уравнение теплопроводности. И здесь видно, что производная температура пропорциональной интенсивности. То есть здесь сигнал пропорционален производной от интенсивности, а здесь производная температура пропорциональной интенсивности, то есть температура пропорциональной интеграла от интенсивности, ну, нагрев обычно. Если у нас достаточно большая интенсивность и достаточно долго действует, то реализуется стационарный режим испарения жидкости в одномерном случае, уравнение теплопроводности с конвективным членом, скорость движения фронта испарения. Она имеет стационарное решение, это все давно известно, и температурный профиль жидкости в этом случае имеет следующий вид. То есть он имеет максимум температурный профиль на масштабе, который определяется соотношением длины температурного влияния коэффициента поглощения. Здесь безразмерные единицы и единицы αZ. То есть если у нас, например, для воды и эрбиолазера коэффициент поглощения 10 в четвертый, то на расстоянии меньше микрона, это в стационарном режиме, у нас формируется такой максимум. И этот максимум достигает околокритической области температур гораздо раньше, чем это происходит на поверхности. И при этом такая картина уже профиля перестает отвечать физической реальности, потому что здесь должно происходить взрывное скипание. Вот это некое напоминание теоретически. Эксперимент это, конечно, принципиальная схема, то есть примитивная схема эксперимента. Вот лазер эрбиолазер такой длиной волны 1.04. Здесь датчик с коаксиальным съемом, работающий в режиме источника топа. Это не ободритие, толщина порядка 8 мм. И излучение фокусировалось на поверхность воды, которая была прямо на датчике. Следующий слайд. Вот картинки. Здесь достаточно большая полоса была, поэтому шум тут большой. Значит, вот фотоакустический сигнал, вот, приполярный, на фоне которого растет испарительный печок. При увлечении интенсивности он растет быстрее, чем положительный максимум фотоакустического сигнала. Следующий. Ну, здесь, соответственно, меняется шкала. Вот видно, что он растет быстрее. Следующий слайд. Вот это известные картинки. Здесь мы, так сказать, находимся на твердом основании. Вот. Еще. Теперь, значит, мы проделали следующий эксперимент. Мы рассмотрели подплик давления на импульс Эрвиолазера с модулированной интенсивностью. То есть, у него примерно 200 нам была общая длительность, взяли модуляцию за счет биения от 5 наносит. И получили вот такую картинку. Ну, здесь ясно видна биполярность, испарения здесь нет. Если этот импульс разложить на две составляющие, естественным образом, на быструю медленную, то получится следующая картинка. Значит, вот это вот высокочастотные составляющие, а это плавное гибающее, которое соответствует обычному фотоакустическому сигналу производной контенсивности. Здесь можно обратить внимание на нюансы, а именно, фотоакустический сигнал медленный, он несимметричный, отрицательная часть больше, а высокочастотная часть симметричная по амплитуде вверх-вниз. Это связано с акустической дифракцией, которая влияет на длинный импульс, а на короткий, на этих длинных, еще проявиться не может. Ну, здесь, в принципе, тоже ничего особенно принципиального нет, это просто иллюстрация обычного фотоакустического. А вот следующая картинка уже совершенно иная. При увеличении интенсивности, когда у нас появлялся испарительный сигнал, а его здесь достаточно четко видно, испарительный сигнал растет на поле по акустическому сигналу, амплитуда высокочастотной составляющей обнаруживает совершенно другое поведение во время лазерного импульса. То есть наблюдается резкий провал, резко-монотонное поведение в виде такого провала. И вот этот эффект, на наш взгляд, объясняется компенсацией испарительного сигнала и фотоакустического. Я вот тогда обращал внимание, что фотоакустический сигнал пропорционально производная интенсивность, а температура пропорциональна интегралу от интенсивности. Испарительный сигнал внестационарном режиме, он пропорционален температуре поверхности, то есть температуре, то есть интегралу от интенсивности. То есть в одном случае мы имеем производную от интенсивности, а в другом случае интегралу от интенсивности. В этом случае у нас разность фаз между двумя сигналами гармонических. То есть, если мы берем синус, то производная от него будет косинус, а интеграл будет минус косинус. И, возможно, в принципе, компенсация таких сигналов. Что мы и наблюдаем здесь. Здесь вот почти, так сказать, полная компенсация. При увеличении интенсивности, следующее, мы видим два провала, которые связаны с тем, что здесь у нас компенсация происходит на переднем фронте импульса и на заднем. А здесь то, что называется перекомпенсация, то есть, когда у нас испарительный сигнал давит фотоапустически. Вот этот эффект, на мой взгляд, может быть очень полезен для количества исследований свойств воды, в частности. Потому что коэффициент массовой аккомодации, коэффициент прилипания, как он называют, для воды, определен с точностью до нескольких порядков. То есть, совсем плохо определен до сих пор. А эта величина очень важна, в частности, это испарение, это метеорология, это предсказание погоды и так далее. Вот что касается этой части. При увеличении интенсивности, далее, при увеличении интенсивности, уже рассматривая чисто испарительный, вот это чисто испарительный сигнал, мы наблюдали также очень короткие, субнаносекундные, пички давления на фоне плавного испарительного сигнала, количество которых зависело от интенсивности. Следующий слайд. Это тот же самый сигнал, но только при более быстрой развертке. Следующий слайд. Это, значит, количество пичков таких возрастало. Могло быть достаточно большим преувеличением интенсивности. Следующий слайд. Это развертка того же сигнала на более быстрая развертка. Значит, особенностью этих сигналов, если посмотреть, является их монополярность. Ну, совершенно четко здесь вот. Изредка наблюдаемые отрицательные выбросы связаны уже с параметрами, с электрическими параметрами регистрирующей цепи. Мы полагаем, это еще предстоит достаточно аккуратно, экспериментально доказать, что эти пички соответствуют взрывному вскипанию в том, как при поверхностном слое, перегретой воды, субмикросекундной, субмикромном слое. Но здесь, к сожалению, у нас пока еще не хватает интенсивности для того, чтобы провести аккуратные эксперименты с однородным распределением, с плоским распределением интенсивности по пятной облучения. Но мы надеемся, что мы такие эксперименты, как говорится, с Божьей помощью, может быть, и с более земной, проведем. И последний слайд — это заключение. Ну, то, что я уже практически сказал. И последний слайд. Спасибо. Сегодня вопросы не задавали. Если будут вопросы, то их надо будет задать потом. И вот если еще кто хочет сказать какие-то слова по поводу углубьяна, что-то сейчас карьяна, то... Если нет, то я хочу предварительно сказать, что мы, наверное, этим летом отметим годовщину 75-летних лабораторий Колебай в день рождения Александра Михайловича. И, наверное, тогда будет дополнительная возможность поговорить и о Бастарьяне и других сотрудникам наших. И о нашем лабораторе, и о нашем институте. Так что, если... Бурген Ашотович был удивительный, совершенно уникальный человек. Я просто не знаю других таких людей, у которых бы совмещалось сразу несколько талантов. Простейший пример. Ну, вот в физике, как правило, есть некое разделение. Вот есть отдельные люди, которые генерируют идеи. Отдельные люди, которые эти идеи оформляют, делают теорию этих идей. И отдельные люди, которые занимаются экспериментом. Вот у Бургена все это... Есть, которые приемные девушки. Вот у Бургена все это совмещалось в одном человеке. Ну, мы все прекрасно знаем, какие замечательные идеи он выдвигал. Но он мог и в таком полузаконченном виде сформулировать теорию вот этих явлений. Там другие уже могли эту теорию довести до конца. Но то, что он делал в теории, уже позволяло пользоваться этим экспериментатором. И он, кроме того, непосредственно ставил эксперименты. И получал, в общем, очень хорошие, очень разумные результаты. Которые потом находили очень широкое применение. Вот для того, чтобы применение промышленности. Мы все хорошо помним Бургена как человека. И я, например, всегда с большим удовольствием вспоминаю те дискуссии, которые мне с ним довелось, в которых мне приходилось участвовать. У него всегда были очень разумные, правильные аргументы, чтобы доказать свою правоту. И вот все это в совокупности создает такой светлый образ. Я думаю, что не только у меня, но и у всех присутствующих. И мы всегда, в общем, в истории нашего института, он оставил очень большой след. Этот след, он так и с нами всегда останется. Спасибо. Тогда всем спасибо. Следующего семинара 25-го не будет. Вот ты возьми, вот на месте, я извини, к вам, вы знаете, такое институт? Там есть устатопоподвение, там есть очень большая статья с Альпитером. И вот так начало. И если с точки зрения бургена, тень, 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 тень. У вас зовут? У меня нет всего участия. У меня, ты скажешь, трюк, и деды, кинзи, 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 кинзи. А то, что вы не понимаете, то, что зависит от клеевки, частично из-за клеевки работодились к клеевки. Продолжение следует...